Беларусь Старт конкурсу на разработку бренда Беларуси будет дан в апреле. Общественное голосование по определению финалистов запланировано на июнь. Победителя выберут на заседании жюри. Токены в Беларуси теперь закреплены в бухгалтерской отчетности. Накануне вступления в силу декрета номер 8 Минфин опубликовал национальный стандарт бухучета по позиции цифровые знаки. Определены не только их стандарты. Утверждены подходы к оценке токенов и расписано, какая информация подлежит раскрытию в примечаниях к бухучетности организации, работающей с этими знаками. Ранее Недзванг определился с подходами к криптовалютам и токенам. Декрет президента о развитии цифровой экономики, создающий беспрецедентные условия для развития IT-отрасли, вступит в силу 28 марта. Студенты из 10 белорусских университетов борются за звание лучшего знатока китайского языка. На филфаке БГУ такая республиканская студенческая олимпиада проводится впервые. 120 конкурсантов проходят два этапа проверки знаний – письменный и устный. Это задания по лексике и грамматике китайского языка и по также общению с членами жюри на китайском языке по заявленной теме. Победители получат рекомендации на прохождение языковой стажировки в Китае. Продолжение следует...